Как вы можете прокомментировать произошедшее на сессии сегодня, срыв сессии, активисты, беспорядки? Прокомментировать по-взрослому или так, как я это чувствую? По-депутатскому или так, как я гражданин это чувствую? Как депутат считаю, что ничто не должно мешать нормальной и разумной работе органа местного самоуправления. Как человек комментирую, что есть силы политические, у которых цель просто любым путем зайти сегодня во власть. Нравится это им или не нравится, нравится им депутатский корпус или не нравится. Они не хотят жить по закону, они хотят удовлетворять свое эмоциональное желание. Поэтому они придумали для себя свою формулу успеха и будоражат весь город. Поэтому пусть по их делам их оценивают. То есть люди должны получать нормальные решения, город должен нормально работать, бюджет должен нормально наполняться. Все, будут выборы, идем на выборы. Все в цивилизованном плане, все как должно быть. Есть люди, которым это не нравится, но пусть преодолеют это, пусть становятся взрослее, пусть ходят на психотренинги. Не только как будоражить других, а как и себя успокаивать. Вы так обращаетесь к Александру Сенкевичу, который инициировал это? Я к неограниченному кругу лиц, которые не могут найти себе сегодня психологическое равновесие. Пусть попьют валерьяночки, пустырника, успокоятся, посмотрят на ситуацию с другой стороны. Ничего драматичного не происходит. Ну, все живы, здоровы, город работает, слава богу. Если кто-то себя сегодня не видит на, не знаю, у руля, в сессионном зале, ну, мечтает об этом, ну, пусть подождут. Когда наступит время, у всех будет возможность прийти снова на выборы. Просто нетерплячка – это плохо. Поэтому надо быть сдержанной. Сдержанность везде. В жизни, в семье, в поступках, в эмоциях. Это к этому я призываю. Ну, пусть занимаются собой. Что вы ответите Александру Сенкевичу, который вчера с трибуны парламента призвал своих сторонников срывать союзию? Я вам хочу сказать одну вещь. Как Александр Федорович Сенкевич, который хочет вернуться во власть, он имеет это право делать. Как экс-мэр, то есть градоначальник, он показывает, что его личные интересы превыше интересам города. То есть он ассоциирует себя с городом. Он не может просто теперь город Николаев видеть вне своей личности или своей персоны. Это тоже какая-то психологическая аномалия. Поэтому ему надо собой заняться. Я как бы понимаю, в политике и в жизни бывают разные вещи. Работа, ответственность. Есть ситуации, когда уволили. В данном случае он посадовал особо, его не уволили, а выявили недоверу. То есть это жизнь. Но взрослое поведение должно быть взрослым. А когда человек свой... Это как в бесприданнице. Не доставайся ты никому, получается. То есть он готов развалить вообще нормальную жизнь в городе Николаеве, лишь бы только себя посадить назад в кресло. Ну подождет. Будет возможность законная опять будет сидеть на троне, если жители его снова выберут. Ну просто себя не нужно терять в этом эмоциональном списке. Да, наверное, ему обидно. Да, ему, наверное, досадно. Ну ладно. Ну как бы ничего страшного.